С обзором основных событий этого дня в студии Ирина Цепитова. Здравствуйте. 3 часа 50 минут. Именно столько длилась очередная большая пресс-конференция главы государства. За это время Владимир Путин ответил более чем на 50 вопросов журналистов российских и зарубежных СМИ. Почему Владимир Владимирович идет на выборы? Какова его предвыборная программа? Взаимоотношения России и США, развитие Арктики, укропнение регионов и их закредитованность? Эти и другие вопросы волнуют представителей журналистского сообщества. На пресс-конференции работала и наш корреспондент Валентина Чибичек. Ей слово. Это гордость и богатство России. А что касается укрепления регионов, то Владимир Путин заверил, в таких планов у него пока нет и не будет, пока он находится на посту президента. Журналист из газеты Коми Морис поинтересовалась у президента, какие проекты арктическим регионам необходимо реализовывать, чтобы быть опорой и поддержкой государству. Владимир Путин сказал, что в первую очередь проекты должны обеспечивать экологическую и военную безопасность, а также не нарушать хозяйственные интересы коренного населения. Тот, который актуален и для Минского округа, завела журналист из дотационного региона из Новгородской области. Она пожаловалась Владимиру Путину на то, что у них в регионе не хватает средств на основные направления, в том числе на социальную политику. Также у региона имеется задолженность перед кредитными учреждениями 2 миллиарда рублей. По словам президента, чтобы обеспечить регионам равные условия развития, как и раннюю, доходы регионов будут выравнивать. А что касается долгов, принято решение реструктуризировать на 7 лет кредиты и задолженности субъектов. То есть все регионы, которые будут показывать хороший рост налоговой базы, смогут получить помощь на необходимые проекты. Еще один вопрос, касаемый и нашего региона, закрытие сельских папок, как способ оптимизировать расходы здравоохранения. Владимир Путин отметил, что в этом вопросе нужно сосредоточить внимание на создании новых форм медослуживания в малых поселениях. Например, использовать передвижные пункты. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!